Денис, это откуда у вас тут информация? Статью там где-то откопали, товарищи, американцы. Статью откопали? А? Хотя бы оценка сверху дана, то есть это уже лучше, чем оценка снизу. А, ну хорошо, да-да-да. Ну, понял, да. Ну, я вижу, видите, заинтересовала вас эта тема. Ну, действительно, действительно, очень так все алгоритмично. Мы вот в алгоритме, когда получаем новые R, мы можем по данным определить, сколько максимум этих новых R у нас будет? Это все хорошие вопросы. Я этими вопросами не занимался никогда, я точно не знаю. Есть Дима Трушин, который гораздо больше меня знает конкретно по этой теме. А также есть Леша Забнин, который у вас в программировании читал. А, не у вас, да. Это он в основном потоке, да? Вот он тоже вроде этим занимался, когда там в аспирантуре учился и какие-то такие вещи. То есть тут есть, кроме меня, специалисты по этим всем наукам, соответственно, можете спросить. Ну, лучше к Диме обратитесь, вот он вам либо сразу скажет, либо прям направит куда, в правильном направлении. Так, в домашке, вадим, мы говорим, что можно привести цепочку длины. Хороший вопрос по домашней, да. Значит, мы говорим, что с одной стороны цепочку, бесконечных цепочек не бывает, а с другой стороны цепочку любой длины можем привести. Да, все так. Вы тут видите какое-то противоречие, то есть формально-логически противоречия нет. То есть цепочки могут быть любой длины, но они все конечные. А вот бесконечных привести нельзя. Так, можно вопрос по домашке разобрать будет. Про первый номер где-то длинный цепочек посчитать надо было. Ломает мозг, да, может быть. Как мы строим цепочку бесконечно возрастающую? Мы не можем без... Сейчас, 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 не понял вопрос. Где нам надо строить цепочку бесконечно возрастающую? Где? Бесконечно возрастающую? Бесконечно возрастающие бывают, конечно. X1, X1 в квадрате, X1 в кубе, X1 в четвертой и так далее. Вот, стройте до бесконечности. Это как в известной задаче Адама. Там человечество бессмертно, люди начинают свою жизнь с Адама и Евы, а каждый человек там смертен. Докажите, что будет бесконечная мужская цепочка. Ну, то есть там все вирается в то, чтобы доказать, что не бывает на каждом конечном шаге конечного цепочки. Замечательно, замечательно. Ну что, смотрите, в общем, лексикографический порядок вот он такой, да. Бесконечно возрастающие цепочки бывают, их легко привести, а вот бесконечно бывающих нет. Такого не сделать. Мы говорим, что можем привести цепочку любой натуральной длины, но натуральные числа бесконечные множества. Да, но я не вижу проблем. Проблема-то в чем? То есть вы можете привести бесконечное количество разных цепочек, каждая из которых будет конечна. Это одно. А вот одну бесконечную цепочку вы привести никогда не сможете. Это другое. Ну, собственно говоря, вот эта задача на дом, которая у вас была, она для того и была дана, чтобы вы немножко подумали вообще над этим. Вот как это все так? Как это все так? И я вижу, что вот исходная цель, которая преследовала эта задача, она вот она достигла. Вы действительно задумались и пытаетесь как-то это осознать. Так, и есть ли сейчас какие-то вопросы, которые надо прям обсудить? Потому что вот тут в чате какие-то я вижу обсуждения. Но есть ли еще какой-то вопрос, который надо срочно обсудить? Почему я не могу развернуть бесконечно возрастающую? А это хитро, а это хитро. Это правильный вопрос. Почему вы не можете развернуть бесконечно возрастающую? Я вам сейчас объясню. Потому что бесконечно возрастающая, у нее есть начало, но нет конца. У нее есть начало, но нет конца. А если вы ее развернете, то получится у вас бесконечная последовательность, у которой нет начала, но есть конец. Это совсем другое. Если вы развернете бесконечно возрастающую, то тогда получится цепочка, у которой нет начала, но есть конец. А наша лемма об отсутствии бесконечно бывающих цепочек, она говорит, что не существует бесконечных цепочек, у которых есть начало, но нет конца. То есть это немножко другое тоже. Хорошо, я вижу, да, я вижу, какое-то облегчение настало, потому что, ну, как бы вы поняли идею, да? В чем тут дело? В чем тут дело-то? Во что все упирается? Формализм, да, ну, некая абстрактная, надо что-то тут уже пошевелить мозгами. Ладно, ладно, чем мы тут с вами занимаемся? Мы тут с вами занимаемся, собственно, базисами Грёбнера, да? Базисами Грёбнера. Давайте я быстренько скажу, ну, какие-то, что там, базовые определения у нас. Значит, R у нас, как обычно, кольцо многочленов переменных x1, xn, да? И это какой-то идеал, и это какой-то идеал в кольце. Ну вот, и говорят, что F, F – это базис Грёбнера. Базис Грёбнера в I, если… Если выполнены два свойства, что первое, что I порождается этой системой, и порождается этой системой, и второе свойство, что F – это система Грёбнера. F – это система Грёбнера. Вот так. Так, это базис Грёбнера. Значит, дальше, следующий вопрос. Теорема, да? Теорема, которая там была. Для F, F, если у вас есть какая-то система многочленов, то тогда следует следующее условие эквивалентное. Первое условие, что… что там? F – это базис Грёбнера. Базис Грёбнера. В нашем идеале второе. Второе условие, что для любого многочлена G G редуцируется к нулю при помощи F. Ну и третье условие, что… Ох, для любого G ненулевого многочлена существует такой F из нашей системы, что старший член от G делится на старший член от F. Вот это вот критерий, вот это вот критерий, и я хочу обратить ваше внимание именно на свойства 3. Вот оно такое неординарное. Оно неординарное. Но просто он говорит, что если… Базис Грёбнера – это такая замечательная вещь, что для любого многочлена из идеала его старший член делится на старший член какого-то из многочленов нашей системы. Нашей системы, да? Ну и тут на лекции уже возникал вопрос, а как так вообще? Как так получается, что у вас смотрится… Как бы смотрим мы только на старший член. Смотрим мы только на старшие члены. Ну вот такой получается как бы визуальный парадокс. Что вот условия Грёбнера и системы порождающих, да, оно оказывается… Переформулируется чисто в теме на старший член. При этом, если вы скажете, ну хорошо, старший член давайте мы будем оставлять, а вот младший член давайте мы пошевелим, добавим, уберем. Вот оказывается, что так делать нельзя, потому что вот такие операции, они меняют идеал сам. Они сам идеал меняют, и в нем уже могут получиться, и в нем уже могут получиться другие многочлены, у которых старшие члены не делятся ни на один из старших членов вот из этой системы. То есть вот с этим надо быть аккуратным, при том, что само по себе вот это вот условие, оно очень интересное. Ну и, как я сказал на лекции, это условие, оно зачастую берется в качестве определения базиса Грёбнера в отдельно взятом идеале. Так, теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. Это мы сказали. Давайте мы еще скажем, что у нас есть теорема Гильберта о базисе. О базисе идеала. Ну, она формулирует, в смысле она говорит очень простую вещь. Всякий идеал. Всякий идеал. Вер. Конечно порожден. Конечно порожден. Всякий идеал. Вер. Конечно порожден. Это очень важное свойство, потому что изначально не было понятно. Вот идеал это некое большое бесконечное множество. И вопрос как ставится. А существует ли в этом бесконечном подмножестве конечное подмножество, которое его порождает? И вообще совершенно не очевидно сходу, совершенно не очевидно, почему ответ «да». Так вот, оказывается, что действительно вот в этом кольце, в этом кольце у любого идеала можно найти конечную систему порождающих. Ну, и именно по этой причине какой стандартный способ задавать идеал? Задавать идеал вот в этом кольце. Какой стандартный способ? Ну, конечно, просто задавать конечную систему нагорещенов, которая его порождает. Ну, это мы посмотрим. Это мы все посмотрим. А вот теперь. А вот теперь. Собственно, утверждается, что базис Гребнера это не просто система порождающих, а система порождающих с какими-то очень хорошими свойствами. И вот на этом семинаре я вам попытаюсь какие-то приложения показать, как решать те или иные задачи, которые сходу вот... Ну, и вообще, давайте, скажем, первая задача. Вот вам дана система многочленов F1 и так далее, FK, да? Допустим, F равно F1 FK. И вы берете идеал, порождаемый системой F. А теперь спрашивать. Пусть у вас есть какой-то G. Как узнать? Как узнать? G лежит в идеале или нет? Вот самый первый базовый вопрос. Значит, вот у вас есть система многочленов. Она порождает некий идеал И. И, естественно, вопрос вообще, который самый тривиальный вопрос, ну, или самый первый приходящий в голову вопрос, а как вообще по данному многочлену выяснить, лежит он в идеале или нет? И, конечно, понимаете? И сама по себе эта задача, вот если вы внимательно посмотрите и начнете думать, вы поймете, что сходу никакого простого способа решения этой задачи не наблюдается. А как понять-то вообще действительно? Может быть, там можно какую-то хитрую комбинацию этих многочленов подобрать, и так, что она вам даст G. Она вам даст G. Но это хитрая комбинация. Там будут сокращения стажей членов, сокращения еще каких-то членов. Это все совершенно нейтривиальная задача. И вот базисы Гребнера, базисы Гребнера, они как раз первое приложение базиса Гребнера, оно вам говорит, что чтобы узнать, принадлежит данный многочлен идеал или нет, есть конкретная процедура. Есть конкретная процедура. Давайте мы сразу скажем, как строить базис Гребнера. Как строить базис Гребнера? Значит, чем у нас будем строить базис Гребнера? Напишите в чат. Какой у нас есть стандартный способ построения базисы Гребнера в данном идеале? Алгоритм Бухбергера. Совершенно верно. Вот алгоритм Бухбергера. Алгоритм Бухбергера. Какие? Какие? Алгоритм Бухбергера. Он вам говорит следующую вещь. Построение базисы Гребнера. Построение базисы Гребнера. В идеале, порожденном системой, системой многочленов F1 и FK. Что там? Перебираем. Перебираем. Все пары. И меньше G считаем. Если какой-то S многочлен. Значит, для каждой пары считаем S многочлен и редуцируем его к остатку. R и G. R и G. Допустим, при помощи системы F. Это остаток. Если R и G не равно нулю, то добавляем его в систему и повторяем. И повторяем всю процедуру. И повторяем процедуру. Повторяем процедуру. Вот, собственно, все описание. Вот все описание алгоритма Гребнера. Он говорит, что вы должны все пообирать. Если у вас там где-то возникает ненулевой остаток для S полинома, тогда вы просто этот ненулевой остаток добавляете в систему и продолжаете это все делать. Ну и понятно, что в этом случае число пар, которое надо разобрать, оно увеличивается. Оно увеличивается. Ну вот, и давайте мы сейчас вот этот алгоритм. Я надеюсь, руками это делать не придется. А к чем же еще? Чем же еще вам это не делать, кроме как руками? Можно питончиком? Нет, ну если вам интересно там какую-то систему посмотреть, пожалуйста. Но дома у вас не будет прям каких-то запредельно сложных задач. Дома все руками можно будет посчитать. Кроме того, имейте в виду, что на контрольный тоже надо будет руками делать. Ну давайте мы посмотрим примеры. Вот, допустим, вот какая система. x квадрат минус 1, x, y минус y и x, z плюс z. Вот давайте я сейчас буду. Это будет f1, это будет f2, это будет f3. Я вам сейчас посчитаю. Что я вам сейчас посчитаю? Базис Гребнера вот в этом идеале. Значит, смотрите. Старший член 1, старший член 2, старший член 3. Считаем первую пару s-полиномов. Ой, s-полином для первой пары. Что мы должны сделать? f1 мы должны умножить на y. x квадрат y минус y, да, минус. А это мы должны умножить на x. x квадрат y плюс x, y. Что у нас получается? x, y минус y. И теперь смотрите, это f2. Это f2. При помощи f2 отредуцировался к нулю. Значит, окей. f2 отредуцировался к нулю, все хорошо. Вторая пара. Давайте f1 и f3 возьмем. Тогда тут у нас надо домножить на z. x квадрат z, x квадрат z, минус z, минус. Тут надо домножить на x. x квадрат z, минус xz, да. Получается, минус xz, минус z. Ой, посмотрите. Ну, прям как будто бы все так подобрано, что прям у нас f3 получился. Да, на определителе матрицы грамма найдите определитель другой матрицы грамма. Я, как это увидел, сразу подумал, что где-то я что-то такое слышу. Жаль, с решением не помогло. Ну, это прям трагическая история, господи. Ну, как так можно? Я это где-то слышал, а с решением не помогло. Ну, что такое? Я даже сообразил, что там вообще можно было посчитать, знаете как, сейчас f2, f3 все испортят. Наверняка, иначе бы эту задачу тут не предлагали. Так вот, про матрицы грамма я даже там прикинул. Там можно было решить еще проще, потому что вы могли найти не объем, а ориентированный объем. Ориентированный объем от одного легко выражается через ориентированный объем другого при помощи вот этой самой матрицы перехода. И там надо посчитать просто определитель. Это вот что я подумал. Так, f2, f3 смотрим. Значит, f2 надо умножить на z, да? x, y, z, минус y, z. Так, а f3 надо умножить на y, минус x, y, z, минус y, z. Внимание! Со знаками мы тут нигде не напутали. Вроде нигде. И посмотрите, у нас получился минус 2y, z. Минус 2y, z. Y, z, и посмотрите, этот y, z у нас, к сожалению, ничем не редуцируется. Ничем не редуцируется. Хорошо, значит, смотрите, мы получили ненулевой остаток. Но, смотрите, первое, что должны понять, не надо таскать с собой коэффициент. Не надо таскать с собой коэффициент. Вы просто положите, что f4 – это y, z. Вот не надо таскать с собой коэффициент, он ни на что не влияет. Поэтому вы сразу можете добавить не вот этот многочлен в буквальном виде минус 2y, z, а просто y, z. Ну, хорошо, значит, задача у нас немного усложнилась. Придется теперь заново считать f1, f4. Но благо тут это будет... Да-да-да, теперь смотрите, вот мы добавили один многочлен, и сразу работы прибавилось. А работы-то сразу прибавилось. Ох, а теперь смотрите. Обратите внимание, вот... Вот мы сейчас в конце лекции там обсудили лему. Лему говорит следующее, что если у вас старшие члены взаимно просты, старшие члены взаимно просты, то тогда можно не редуцировать. А с полю, мы заранее знаем, что он редуцируется к нулю. Это, как говорят, многочлены f1 и f4 не имеют зацепления. Старшие члены не имеют зацепления, значит, мы можем сказать, просто редуцируется к нулю. И все, и не трогать эту пару. Так, вы поняли? Вот лема нам говорит, что если старшие члены взаимно просты, то тогда можно ничего не делать. Можно пропустить этот шаг. Мы заранее знаем, что у нас там все редуцируется к нулю. Так, f2 с f4. f2 с f4. И x, y, z, видите, у нас тут зацепление есть, значит, надо домножить на z. x, y, z, минус y, z. А это домножаем мы на x. Минус x, y, z, да? Это нам дает минус y, z. И посмотрите. Так, это мы, секундочку. Это мы редуцируем при помощи... А, нет, все правильно. Тут все равно. Это мы с Полином посчитали, а этот он редуцируется уже к нулю при помощи чего? f4. Очень хорошо. И, наконец, f3, f4. Вот если у нас сейчас все получится, значит, алгоритм закончится. А если не получится, то тогда у нас возникнет еще один. Многофин нам 4 пары перебирать. Вот это, конечно, как раз есть некий минус. То есть вы заранее... Очень сложно заранее предсказать, а сколько вам работы реально понадобится. Ну так вот. x, z, y, z у нас. Тогда надо умножить x, y, z плюс y, z минус x, y, z. И посмотрите. Это получается y, z. И ура! У нас все. f4. Все, сверху скомулю. Все, сверху скомулю. Все, мы все проверили. И итог. 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 Значит, базис гребнера. Базис гребнера для i. Если это мы назовем i. Если мы это назовем i, то тогда базис гребнера для i это x квадрат минус 1, x, y минус y, x, z плюс z, а еще y, z. Так. Хорошо. Хорошо. Давайте мы еще один, еще один примерчик разберем. А, хотя, нет, давайте разберем, что я все равно сам считаю. Вдруг какие-то разобранные примеры вам потом помогут что-нибудь решить. Скорее, плюс y квадрат. Так, смотрите, тут у нас два многочлена вообще. Два многочлена, да? И казалось бы, вот мы должны стартовать с одного из полинома. Давайте мы его нарисуем тут, f1, f2. Старший член вот раз, тут старший член вот два. Значит, мы видим, что x кубе плюс xy минус здесь мы должны x кубе минус xy квадрат, да? Значит, минус xy квадрат плюс xy. Спрашивать, можем ли мы это отредуцировать? Увы, нет. Мы можем что-то исключать из базиса, мог выражать через другие. Это хороший вопрос, с, ну вот, скажем, опять-таки, вот многочлен y, z, вот этот многочлен y, z в этом первом примере, он выражается через другие, однако мы его добавили в базис. Мы его добавили в базис. Вот через несколько минут мы там разберем задачу, в которой будет видно, что в некоторых случаях, в некоторых случаях из базиса реально можно исключать какие-то, какие-то многочлены. Мы к этому вернемся. Но пока, вот, смотрите, мы базис Грёбнера вот такой указали, и, как бы, в данный момент мы ничего из него исключить не можем, скорее всего. Хочется что-то поудалять радиус скорения. Вот, давайте, Денис, Денис, чуть позже мы к этому вопросу вернемся, я скажу, что можно будет удалять. Ну, или вы даже сами поймете, что там можно будет удалять. Ну, вот, смотрите, в этот момент мы видим, что этот остаток не редуцируется, поэтому придется добавить многочлен F3, xy квадрат минус xy, да? И все по-новой. Значит, F1 с F3 это что нам дает? Мы должны на y квадрат умножить, вот, тут у нас степень повышается, x куб y квадрат плюс xy куб минус, на что надо доносить? Что-то тут нам на x квадрат, x куб y квадрат минус плюс, наверное, да? x куб y. Значит, это у нас сократилось, x куб y плюс xy куб. И что? Что? Мы можем это отредуцировать при помощи, например, первого многочлена F1, да? Значит, x куб мы заменяем на минус xy. Минус xy квадрат плюс xy куб. Теперь, старший член у этого какой? xy куб, мы можем его отредуцировать при помощи x вот этого, xy квадрат. При помощи F3 редуцируем. Как там? xy квадрат должны заменить на xy. xy квадрат. Минус xy квадрат плюс xy квадрат. Ура, это ноль. Ура, отредуцировался. Так, в этом за мной следите, чтобы я не пробрался, то мало ли, сейчас я тут вам насчитаю еще. Так, а теперь осталось второй с третьим. Второй с третьим редуцируем. Второй с третьим. Вот у нас там x квадрат плюс y квадрат, а тут xy квадрат минус xy, да? Значит, на x квадрат мы должны умножить x квадрат, y квадрат плюс y четвертый. Ох ты! Так, минус. Тут на x надо умножить. x квадрат, y квадрат плюс x квадрат, y. Получается, если где-то немного ошибиться, количество работ улетает в космос. Да, на контрольный так время от времени и происходит. Пожалуйста, имейте этот момент в виду. Ну вот, смотрите, x квадрат, y, x квадрат, y. Ой-ой-ой, опять у нас получается. Значит, мы этот x квадрат, y можем отредуцировать при помощи f2. Вот у него старший член. x квадратно меняемая и минус y квадрат получается y в четвертый минус y куб. Видите, что получилось? y четвертый минус y куб его уже нельзя редуцировать при помощи чего бы то ни было и придется ввести еще один. y четвертый минус y куб. Матрички прикрутить и системки решать? Не знаю. Что-то мне неизвестно. Мне неизвестно никакие способы. Так, ребят, видите, у нас четвертый добавился. Но тут, смотрите, у четвертого старший член y в четвертой, а у первого старший член x в кубе. Они взаимно просты. Значит, это редуцируется к нулю сразу, можем сказать. Второй. Второй с четвертым. Что у нас? Опять-таки, x квадрат, а тут у нас y в четвертый. Тоже редуцируется к нулю. Смотрите, работы нет. И только в самом последнем случае, и только в самом последнем случае f3, cf4, f3, cf4, надо посчитать. Ох, Денис, ну прям вы можете с докладом уже выступать. Если вы все изучите, можете прийти с докладом, выступить, мы все послушаем, что там за метод f5, какие-то матрицы. Это все очень интересно. Так, с полином считаем мы тут. Значит, это надо умножить на y квадрат x y в четвертый минус x y куб. А там надо умножить на x минус x y в четвертый плюс x y куб. О, смотрите, это ноль. Это ноль. Все, нам повезло. Следовательно, базис Гребнера. Гребнер в и. Это. Ну и теперь перечисляем x куб плюс x y x квадрат плюс y квадрат. Так, третий многочлен x y квадрат минус x y и еще четвертый многочлен y в четвертый минус y куб. Все, мы посчитали базис Гребнера. Теперь следующая задача. Следующая задача. В данном идеал идеал и x квадрат плюс x y плюс 1 x y минус y квадрат. И данный еще многочлен G равен 2x квадрат y плюс y. Спрашивается, а этот многочлен принадлежит идеалу или нет? Он принадлежит идеалу или нет? Так, и теперь, чтобы решить эту задачу, что мы должны сделать? Мы должны, мы должны, как там говорилось, мы должны построить базис Гребнера и потом отредуцировать этот многочлен при помощи базиса Гребнера. Так, если к нолю отредуцировать, то лежит. Да, это правильный метод. Правильный метод. Поэтому что, у нас опять, опять у нас, вот у нас два многочлен, строим базис Гребнера сначала. S от F1 F2. Как там? На y надо умножить x y квадрат плюс y. Я теперь попробую. А тут надо умножить наоборот на x плюс x y квадрат. 2 x y квадрат плюс y. Так, такой многочлен, да? Он, этот многочлен, он что? Он у нас отредуцируется, он дальше отредуцируется. При помощи F1 нельзя, при помощи F2 можно. В этом смотрите, чтобы я нигде ничего не набрал. x y квадрат плюс y минус ну да, вроде так. При помощи F2 он это значит x y меняется на y квадрат и тогда получается 2 y куб плюс y вроде так. Вот. И это можно взять в качестве F3. Это в качестве F3 нужно взять. Это берем взаимопросты, редуцируется к нулю. Все хорошо. Теперь, если у нас F2 и F3 берем, F2 и F3 надо посчитать. Надо посчитать. Тут, смотрите, двоечку. Надо на двоечку домножить. Надо домножить на 2 y квадрат. Значит, 2x y куб минус 2y к четвертой. а дальше минус, а тут надо умножить наоборот на, а, просто на x, 2xy куб минус xy. Тут сокращается все. Минус 2y к четвертой плюс минус xy. Теперь это все мы можем отредуцировать при помощи F2, как вы видите. При помощи F2 можем отредуцировать. И что нам это дает? Давайте не здесь, а прямо снизу. Мало ли к чему это все приведет. Ох! Значит, 2y куб я должен заменить на минус y. 2y куб я должен заменить на минус y, получается y квадрат минус xy. Ух ты! y квадрат минус xy, а это редуцируется при помощи F2. Значит, это был F3 тоже. Это был F3. Это редуцируется при помощи F2, получается 0. Все, значит, мы нашли базис Гребнера. Мы нашли базис Гребнера. Следовательно, базис Гребнера в И это x квадрат плюс xy плюс 1 xy минус y квадрат и что там еще? 2y куб плюс y. Вот. Ну, а теперь все, базис Гребнера мы нашли, теперь просто запускаем алгоритм и мы должны отредуцировать g. 2x квадрат y плюс y смотрим. Старший член 1, старший член 2, старший член 3. Относительно F1 можно отредуцировать. Тогда x квадрат меняется на 2y минус xy минус 1, да, плюс y это равно минус 2xy квадрат минус 2y плюс y равно минус 2xy квадрат плюс y. Что мы видим? видим, что можно отредуцировать еще относительно F2. Относительно F2 можно отредуцировать. А дальше редуцируем при помощи F2. Что у нас там получается? xy мы должны заменить на y квадрат. Значит, минус 2y на y квадрат минус 2y квадрат плюс y. так, что ли? Как-то это все подозрительно выглядит. А, правильно, потому что мы где-то ошиблись. Да, я там знак потерял, да, я вижу уже даже где знак потерял. Здесь-то у нас был минус, а тут у нас он превратился в плюс. Так, минус. сюда минус. Возвращаемся. Вернулись. Это минус тоже тут. Минус y, что мы видим? И мы видим многочленный F3 во всей своей красе F3 и получается 0. таким образом вывод какой, что G принадлежит нашему идеалу. G принадлежит нашему идеалу. вот, а теперь давайте я обращу ваше внимание вот на какой интересный момент, что вот тот факт, что G принадлежит идеалу, у нас вскрылся после редуцирования при помощи многочлена F3. Если бы вы редуцировали многочлен G при помощи исходных многочленов F1 и F2, чтобы вы получили F1, вот вы отредуцировали при помощи F1, потом отредуцировали при помощи F2, и получили бы этот многочлен. И дальше он при помощи F1 и F2 уже не редуцируется. То есть посмотрите, обратите внимание на тот момент, что если вам дана какая попала система порождающих, и вы отредуцировали многочлен, получили не 0, то это ни о чем не говорит. Он может как лежать в идеале, так может и не лежать. А вот если это был базис Гребнера, тогда да, тогда вы можете уже делать однозначные выводы, что если 0, тогда и не лежит, а если не 0, тогда точно не лежит. Хорошо. Вот какая следующая задача, и здесь как раз мы сейчас обсудим возможность сокращения системы, сокращения системы. F1 и так далее, Fm, это базис, пусть у нас, и так, это пусть базис Гребнера в идеале в каком-то I. Так. предположим, что L от F и того делится на L от F1 для любого I от 2 до M. Тогда, как вы думаете, что? Сократить можно на их наибольший общий делитель. Так, 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 спокойно, спокойно. Никаких сокращений. Значит, вам известно, что все старшие члены делятся на старший член первого. Вопрос, можно ли как-то сократить базис Гребнера? Ну, видимо, нужно как-то первый средуцировать все по-первыхому, чтобы уменьшить эту степень, и он пропадет? Ну, нет, так можно, но не нужно. Так можно, но не нужно. Но есть какие-то идеи. давайте я вам еще раз, я вам еще раз покажу, собственно, критерий. В чем заключается критерий? Что система многочленов, о, как далеко мы ушли, система многочленов является базисом Гребнера тогда и только тогда, когда для любого многочлена G его старший член делится на какой-то старший член. Я тут условия неправильно написал. Возможно, это вас усмущает. Я тут ошибся, конечно. Не каждый член, сейчас, сейчас, не для каждого делится на первый, а первый на все делится. Вот, смотрите, первый на все делится. Старший член первого делится на старший член и на всех остальных. Вот в этом случае что можно утверждать? Давайте быстро логически. Смотрите, у нас есть критерии. Критерий говорит о том, что это «Алло?» «Алло?» «В том случае делиться на что-то там меньшее. Самый большой, который делится на каждый. Если я возьму и, например, скажу, что пусть этот самый-самый большой будет делиться не на каждый, ему же нужно делиться хоть на какой-нибудь, зачем ему делиться на все? Попробуем найти такой, какой-нибудь самый минимальный, на который этот делится, чтобы сохранялся устройство системы Гребнера. То есть нужно найти такую штуку, которую можно вышвырнуть, так как L, F1 делится на все остальное, то какой-нибудь один, который на нее делится, можно будет и убрать. И условия не испортятся. Кого тут можно убрать-то? Что? Кого тут можно убрать в итоге? Ну, нужно его найти. Ну, ладно. Короче, давайте я вам скажу ответ. Ответ вот в этом случае из системы можно смело выкинуть F1. Понятно вам или нет? Чего логично? Как бы кому-то кому-то стало понятно, почему. А, ну, вроде да. А, я вижу, многим стало понятно, да, ну, почему? Потому что, а в чем условие, в чем условие Базис и Гребнера, что старший член любого многочлена из идеала делится на какой-то старший член. Ну, так извините, если старший член какого-то многочлена делился на старший член от F1, то тогда он и делится на любой другой старший член, правильно? Ой, господи, я что-то вообще, ребят, я какую-то глупость. Что происходит? Я ничего не понял. Я вам, смотрите, я вам тут очень сильно условия сформулирую. Я вам сказал, что L1 старший член первого делится на все. Зачем на все это, господи? На какой-то? Если он делится на какой-то, если старший член первого делится на старший член какого-то для некоторого, вот, если он делится на старший член какого-то, тогда условие F1 можно выкинуть. Да, на какой-то уже достаточно. Конечно, я что-то тут вообще написал такое. Но теперь вы поняли, да, если мы применяем вот этот вот критерий гребной рости, идеала, порождающийся системы, и он говорит, что если для любого многочлена G его старший член делится на F1, то тогда он делится на какой-то и другой. Значит, если мы F1 выкинем, то это условие сохранится. Все. Если мы F1 выкинем, то условие сохранится. Поэтому базис гребнера, если он у вас есть какой-то, если у вас, если вы располагаете какой-то системой гребнера, и она является базисом гребнера какого-то идеала, да, вы можете ее прорядить, прорядить, а просто посмотреть парой и увидеть, а вдруг там кто-то на кого-то делится. Если кто-то на кого-то делится, то тогда тот, который делится, его можно просто выкинуть из системы, и все равно у вас останется базис Грёбнера. Так, выкинуть линейные независимые? Я не знаю, тут у нас все-таки нет пока что никакой особой линейной алгебры. Да, у нас тут не особо все линейно. Ну, хорошо. Хорошо, а теперь следующий вопрос. Базис Грёбнера в И называется минимальным редуцированным так, минимальным редуцированным если, мы выполним тут два условия, любых F1, F2 и для любых маномов M1, F1 и M2 маномов F2 давайте мы скажем, что F1 не равно F2 из нашей системы F F у нас вот базис Грёбнера значит, мы берем два многочлена два многочлена условие такое, что никакой одночлен никакой одночлен в F1 M1 не делится на старший член F2 минимальным редуцированным 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 редуцированный то есть все, вот над ним уже все поредуцировали, это первое и второе все коэффициенты все старшие коэффициенты равны 1 значит, что такое минимальный редуцированный базис Грёбнера еще раз объясняю это когда каждый многочлен является уже является остатком по отношению к остальным да, зависло, но вроде отвисло и второе условие что все старшие коэффициенты равны 1 значит, еще раз что такое минимальный редуцированный базис Грёбнера это такой базис Грёбнера что каждый многочлен в нем уже является остатком относительно всех остальных то есть уже ничего нельзя редуцировать ничего нельзя редуцировать никакой F3 уже нельзя редуцировать относительно F2 вот в чем условие и второе условие что все старшие коэффициенты равны 1 понятно сейчас-то? требуется что-то еще пояснить минимальный редуцированный так вот сейчас я вам объясняю в чем идея в чем идея задача давайте минимальный редуцированный базис Грёбнера существует и единственен с точностью давайте мы напишем и единствен с точностью до перестановки то есть если у вас у одного и того же идеала вы нашли два минимальных редуцированных базис Грёбнера то тогда они отличаются друг от друга просто с перестановкой то есть как множество это одно и то же а коэффициенты F и T так теперь следующий вопрос следующий вопрос как доказать что такое базис существует? первое как доказать что минимальный редуцированный базис Грёбнера существует? с чего надо начать? так ну существует какой-то существует какой-то базис Грёбнера правильно? хорошо что дальше? вот мы стартовали с какого-то базиса Грёбнера что дальше мы с ним сделаем? берем каждый редуцируем относительно всех остальных давайте мы первое что сделаем давайте мы выкинем все по предыдущей задаче помните вот во-первых мы можем выкинуть из него те многочлены у которых старший член делится на старший член какого-то другого вот эти можем выкинуть теперь мы можем считать что в нашем базисе никакой старший член не делится ни на какой-то другой старший член Максим в чем там проблема с чем у нас там могут быть проблемы нет проблем могут быть поэтому давайте выяснять а если по всем редуцирует то в ноль а кто сейчас мы не мы не просим там мы не хотим сейчас по всем все редуцирует понятно что любой многочлен можно по себе отредуцировать и будет ноль сразу ну так а кто говорит что я не понял с чем противоречие это будет с чем противоречие ну да каждый многочлен можно отредуцировать по самому себе и будет ноль ну в чем проблема мы где-то мы где-то разрешили редуцировать по самому себе или как вот тут условия минимальные есть минимальные и редуцированные оно говорит что для любых двух различных многочленов вот тут f1 не равно f2 никакое отношение не редуцируется ну понятное дело да тут два разных многочлена значит еще раз как нам строить минимальный редуцированный базис гребна первое что мы сделаем возьмем какой-то базис гребна это раз во вторых мы можем выкинуть все многочлены из него у которых старший член делится на какой-то старший другой просто выкинуть и от этого нет следующая вещь третья вещь мы нормируем все коэффициенты значит все старшие коэффициенты равны единице этого тоже можно добиться следующее хорошо теперь старший член не делится ни на один никакой старший член не делится ни на какой другой это хорошо все старшие коэффициенты на единице чего еще не хватает алло чего еще не хватает все зависли или еще нет вроде вроде у нас не думают проверяем в тупую первые два критерия смотрим все старшие коэффициенты равны единице есть берем f1 и f2 принадлежащие нашему базису гуребный рай смотрим вот взяли любой вот этот m1 принадлежащий вот этому множеству одночленов от f1 m1 не должен делиться на старший член от f2 значит нам нужно просто сделать так чтобы вот от каждого вот этого одночлена который у нас там потом шел он не делился на вот этот f2 ну как мы это сделаем отредуцируем ну конечно да просто все возьмем все это редуцируем и все заметьте что после после одной такой операции редукции у нас множество старших членов не меняется вот про старшие члены мы уже знаем что ни один не делится на другой значит старшие члены уже не будут редуцироваться однако любые другие члены они могут в принципе могут в принципе редуцировать но мы их отредуцируем но эта операция на старший член не меняет соответственно если мы уже все доредуцировали до какого-то состояния в каком-то например в f1 мы все отредуцируем при помощи остальных, и уже никакие одночлены в F1 не делятся на другие одночлены, то мы говорим, что все хорошо. Все хорошо. И когда мы редуцируем, обратите внимание, что условие, что наше множество многочленов является по-прежнему базисом Грёднера, оно остается, потому что вот это вот условие на старший член, оно сохраняется. Вот это вот свойство 3 из теоремы, оно сохраняется при таких операциях. Соответственно, мы многочлены-то меняем, когда мы один многочлен редуцируем при помощи другого, сама по себе система многочленов меняется, но идеал сохраняется. Идеал сохраняется. И условие Грёднеровости вот этой системы порождаемых, оно тоже сохраняется. Именно потому, что вот эта вот делимость на старший член, оно тоже сохраняется. Поэтому при таких операциях мы все подредуцируем, как бы старший член у каждого многочлена сохраняется, а все остальные мы поредуцируем, ну и что там получится, ну и неважно. И все, после этого мы получаем минимальную редуцированную систему. Значит, понятно или нет? Напишите, кто понял. Раз, два, три, четыре. Хорошо, ладно, считаем, что поняли. Так, а теперь следующий вопрос. А почему такой базис определенно однозначен? Вот, мы показали, что такой базис существует, а теперь почему он определенно однозначен? А вот это непонятно, да? Вот это непонятно. Значит, Илья, как вы думаете, как мы начнем решать? Как мы начнем это делать? Действительно очень странно. Но давайте он не определенно однозначно. Значит, два, как минимум. Правильно, а давайте возьмем два таких. Предположим, что там вот у нас один минимальный редуцированный базис гребна, и есть другой минимальный редуцированный базис гребна. Что мы с ними будем делать? Ну как, рассмотрим их? Рассмотрим, совершенно верно. Значит, нам надо показать, что с точностью до перестановки многочленов они совпадают. Так? Так вот, давайте предположим, что у вас есть многочлены F1 и так далее, FK, это один минимальный редуцированный базис гребна, и G1 и так далее, GLT, да? Это какой-то другой минимальный редуцированный базис гребна. Значит, что тут надо сделать? Ну, тут, конечно, я мог бы заставить вас немножко подумать. Может быть, отсортировать каждый из старших членов в лексиграфическом порядке и найти первый, который не совпадает? Ну, можно, нет, можно в этом направлении думать. Сейчас я почитаю. Так, а у нас же все в И должны к нулю редуцироваться. Нет, должны. Но только не при помощи, как бы. Каждый многочлен, если вы имеете в виду, почему F и ты не редуцируется к нулю, потому что он редуцируется к нулю при помощи самого себя. А идутся при помощи самого себя мы запретили. Вот, поэтому к нулю нельзя. А так любой многочлен из-за дела относительно всей системы, конечно, которая редуцируется. Так, а теперь смотрите, возьмем F1. Смотрите, Илья, вот мы берем F1, и тогда утверждается, что этот F1, он же лежит в идеале, правильно? F1 лежит в идеале, а G1, G – это базис гребна. Значит, он делится на какой-то G1. Правильно? Не поспоришь. А теперь дальше что сделать? Возьмем, выразим их через друг друга. Давайте напишем там, что L, F1. А теперь смотрите, а теперь смотрите, но L от же Итова тоже, L от же Итова тоже он делится на какой-то L в G, правильно? Ну все, короче, кончилось. Потому что мы в этом базисе гребна разделали так, чтобы эти друг, то есть, короче, совпали L первый и L в G. Да, да. А когда такое возможно? Когда они оба равны друг другу. Ну когда старший член у них равны. Когда F1 равно L в G. Ну, в общем-то, да. Следовательно, F1 равно L в G. Что произошло? Ну мы говорим, что многочлен F1, каждый многочлен F1 делится на... Так, каждый многочлен F1 лежит в идеале. А G1, G1 – это базис гребна. Соответственно, старший член многочлена F1 должен делиться на какой-то из старших членов здесь. Окей, поняла, хорошо. Ну и в обратную сторону то же самое, должно быть верно. Соответственно, мы получили, что старший член F1 делится на старший член F2. Ну, значит, F1 равно FG. Кроме того, мы не просто доказали, что F1 равно FG, а еще мы доказали, что старший член от G1 совпадает со старшим членом F1. То есть мы в явном виде нашли в системе G1 многочлен, у которого старший член такой же, как у F1. Правильно? И тогда у нас получается, следовательно, получается биекция. Следовательно, после нумерации можно установить биекцию, что F1, G1. FK, G2. F2, G2. И так далее. FK, GK. Да, причем старший член от F2 совпадает со старшим членом G2. Для любого I. Для любого I. Так, ну а что дальше? А мы должны тогда уже сказать, что размерность G сменилась с L на K. У нас же было от G1 до L. Уже должны, да. Уже, да. Мы уже... Вот в этот момент мы уже с вами поняли, что их количество одно и то же. В частности, L равно K отсюда следует. Да, потому что для каждого многочлена одной системы мы нашли многочлен другой системы, у которого старший член такой же. Это означает, что у нас тут была образовалась вот такая биекция. Так, и что дальше? И что дальше? Ну, а теперь надо показать, на самом деле, что FIT минус GIT равно нулю. FIT минус GIT равно нулю. Ну, и я вам сейчас объясню, что если FIT минус GIT равно какой-то H, и он не равен нулю, то тогда H у нас лежит в идеале, правильно? H лежит в идеале. Соответственно, его можно отредуцировать. Отредуцировать к нулю при помощи, ну, любой системы, на самом деле. Любой системы. Ну, или F. Ну, например, система F. А это означает, что вот в FIT или в GIT, ну, давайте так. FIT минус GIT точно так же редуцируется к нулю при помощи системы G, да? Это означает, что либо в FIT есть одночлен, который редуцируется, либо в GIT есть одночлен, который редуцируется. Относительно обеих систем. Относительно обеих систем. Ну, это о чем говорит? Это говорит, что если у нас такое произошло, то тогда базис не был минимальным редуцирован. В общем, еще раз давайте я скажу, если FIT минус GIT не равно нулю, не равно нулю, это означает, что там есть хотя бы один ненулевой одночлен. Этот ненулевой многочлен. Ненулевой одночлен. То тогда этот ненулевой одночлен, он присутствует, ну, либо он сам, либо пропорциональный ему присутствует либо в FIT, либо присутствует в FGIT. Но если он присутствует в FIT, то тогда получается, при редуцировании при помощи системы F мы получим ноль. Соответственно, этот одночлен мы должны убить когда-то. А давайте даже старший член возьмем. Вот у этого FIT минус GIT возьмем старший член. Тогда он пропорционален одному из одночленов либо FIT, либо FGIT. Если пропорционален одночлен из FIT, тогда при помощи F мы можем довести до нуля. Это означает, что F не был редуцированным. Если это был одночлен, он пропорциональный ему был в GIT, то тогда при помощи системы G можно отредуцировать к нулю. Мы получаем противоречие. Так, напишите, кто понял. Так, плюс-минус. Ну, тут некая возня, тут некая возня. Но я вам идею сказал. Значит, надо просто взять старший член, старший член FIT у минус GIT, это будет какой-то M, то тогда есть в F либо 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 в F есть есть пропорциональный M либо либо в многочленах от FIT только есть есть пропорциональный M но тогда следовательно, F не минимален. F не минимален. А тогда F сейчас аккуратнее напишем. Редуцируем. 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 Относительно F минус F G короче говоря, в этом случае мы, если вдруг разность этих двух многочленов не равна нулю, это означает, что там есть старший член, этот старший член пропорционально одному из одночленов в FIT либо в GIT. Но тогда тогда их можно отредуцировать. Тогда их можно отредуцировать. Ну ладно, давайте, на самом деле, это не так уж и важно в данный момент. Просто вот есть такой некий факт, что минимальный редуцированный базис Гребнера, он всегда существует и определено однозначно с точностью до перестановки. Теперь задача. Даны два идеала. И в R и G в R. Как алгоритмически определить, совпадают они или нет? Так, ну смотрите, мы знаем, что эти идеалы порождаются, соответственно, какими-то там базисами Гребнера. Возьмем эти базисы Гребнера, превратим в минимальные редуцируемые базисы Гребнера. Ну да. Да, 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 значит, I равно G. I равно G, тогда и только тогда, когда что? Когда минимальный редуцированный базис Гребнера от I совпадает с минимальным редуцированным базисом Гребнера от G. Ну и все. Соответственно, то есть если вы хотите выяснить, совпадают ли два идеала, вы считаете у каждого из них базис Гребнера, преобразуете его в минимальный редуцированный базис Гребнера, и все, вот у вас критерий. вот критерии то был замечательный критерий опять-таки если просто вам дать некую задачу вот вам вот вам 5 одних многочленов вот вам семь других многочленов возьмем идеал порождаемый первым пить его возьмем идеал порождаемость вторыми семью используем совпадают они или нет как бы сходу у вас вообще не нет никаких идей как это доказывать как это доказать совпадает или нет вот а вот это некий конкретный алгоритм как как это делать так давайте мы вот припит примерчики какие-то разберем пусть у нас вот у нас был сегодня мы рассматривали x квадрат минус 1 x y минус y xz плюс z вот у нас 1 давайте какой там так какой там был многочлен в базе с грёбнера чтобы базис грёбнера получить мы что должны были добавить к нему какой-то многочлен на yz yz значит к этому добавили yz значит f1 f2 f3 еще f4 yz теперь смотрите давайте построим минимальный редуцированный базис грёбнера здесь смотрим делится ли кто-нибудь из них на какой-то другой он увидим что не делится да хорошо а теперь смотрим x квадрат минус 1 можно ли его редуцировать при помощи чего-то другого нет не видим x y минус можно ли редуцировать при помощи чего-то другого тоже нет xz плюс z редуцируется нет не редуцируется тоже z нельзя ничем редуцировать вот yz это сразу вот получается это минимальный редуцированный базис гребна все для для и теперь есть у нас вторая задача которую мы сегодня смотрели там x куб плюс x y x квадрат плюс y квадрат что там этом еще добавляли счетом или f1 f2 до мы в 2 мы к нему добавляли еще два многочлена что там за многочлены у нас были смотрим а вот x y квадрат минус x y или 4 минус и в кубе вот у нас f3 вот у нас f4 и теперь смотрим можем ли мы что-то выкинуть из этого когда мы строим минимальный редуцированный базис гребен с первым делом смотрим можно ли что-то выкинуть тут можно ли что-то выкинуть ну это как раз хочется спросить дениса который все жаждал выкидывать так смотрите значит что мне f3 не нравится но может нет я вам не разрешаю выкидывать то что мне нравится так давайте просто мыслить разумно вот шаг за шагом вспомним определение минимального редуцируемого базиса гребнера значит нету вот таких одночленов которые делятся там на старший член такого-то да да вот именно f1 видим в f1 есть член x в кубе этот не просто старший член старший член член этот x в кубе делится на x в квадрате да а этот x квадрате это старший член в 2 значит это не минимальный редуцированный базис гребнера то есть нужно у нас вопрос не в том что минимальный редуцированный базис гребнера или нет в том что что выкинуть естественно f1 потому что старший член f1 делится на старший член от x в квадрате а у нас была лемма от f2 что а у нас была лемма все 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 я надеюсь все поняли да мы в данный момент вот в этом в этом примере можем просто выкинуть f1 просто взяли и выкинули теперь смотрим осталось ли у нас что то что у нас осталось x квадрат плюс y квадрат xy квадрат минус xy и рик 4 минус y кубе давайте обращу ваше внимание на то что мы выкинули реально многочлен который был в исходной порождающей системе и в принципе как мне кажется можно привести примеры таких таких идеалов которых исходная порождающая система у вас была при помощи не его там полу построили алгоритм бюлбергер дальнейшую систему добавить грамм на и после этого выкинуть вы выкидываете вот исходную порождающую систему принципе такое тоже бывает возможно ну вот а теперь смотрим на теперь смотрим можно ли что-то тут дальше счет редуцировать мы смотрим на коэффициент перед старшим членом досмотрим так ну вот ладно старший член 1 старший член 2 старший член 3 ну да вроде больше ничего не редуцируется больше ничего не редуцируется никаких тут одночленов которые которые делились бы на другие старший член у нас тут нет хорошо соответственно вот это минимальный это минимальный редуцированный базис гребна ну и ладно ну ладно а тут еще вот у нас был тут еще у нас был пример вот x квадрат плюс x y плюс 1 x y минус y квадрат и там у нас был какой еще где он а вот еще 2 игре кубе плюс игре правильно 2 игре кубе плюс y но мы не будем мы давайте мы сразу игре в кубе плюс 1 2 y мы сразу его так сделаем видишь что старший член у нас друг на друга не делится однако у нас вот тут есть вот тут у нас есть одночлен который можно отредуцировать можно отредуцировать соответственно вот этот вот можно отредуцировать до чего x y меняем на игре квадрат получается x квадрат плюс y квадрат плюс 1 x y минус y квадрат y в кубе плюс 1 2 y вот вот вроде все вот теперь это минимальный редуцированный базис гребна это минимальный 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 редуцированный базис гребна так правда что чтобы нормировать коэффициент мы просто на него весь на речь и неделю там умножаем многочлен на константу умножаем на вершину константу все ну хорошо и так это мы с вами разобрали это мы с вами разобрали теперь теперь следующем пусть нас идеал f базис гребнеры теперь мы сейчас пересечь наш идеал с под кольцом рк т давайте под кольцом состоящая из всех многочленов от переменных начиная с каплю с первой вот рассматриваем такой под кольцо в нашем кольце r теперь что утверждение что f пересеченная с рк тэм это базис базис гребнера в и пересеченная с рк тэм значит о чем тут идет речь речь вот о чем что если вы возьмете идеал вашем исходным кольце и пересечете его с каким-то под кольцом то тогда это будет автоматически идеал в под кольце ну там просто все условия проверяются и легко видеть что идеал под кольце соответственно тут у нас какая задача возникает пусть у вас есть какой-то идеал да и мы хотим выяснить а какие в этом идеале есть многочлены зависящие только от переменных начиная с x каплю с первой заканчивая x м ты правильно понятно в чем задача дан какой-то идеал а в этом идеале мы хотим найти все многочлены которые зависят только от переменных начиная с каплю с первой ну и вот и задача утверждение 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 утверждается что чтобы найти вот этот вот идеал то есть все многочлены которые зависят все многочлены в идеале которые зависят от x каплю с 1 и так далее x н ты вы должны сделать вот какую вещь вы просто берете считаете базис грёбнера в исходном идеале посчитали после этого в этом в этом полученном болезнь и грёбнер отбирайте те многочлены которые зависят от ваших переменных и все и тогда утверждает что это будет базис грёбнера вот в этом вашем пересеченном идеале понятно утверждение понятно ли утверждение которым тут заявлено хорошо раз раз понятно еще кому-нибудь понятно 2 понятно 18 человек да уже скучно я видел было 22 но не вынесли до тяжело уже учиться под конец модуля короче говоря ушли к ну-ну-ну все рано колоквами готовится я не верю в то что вы тут еще колоквами готовить сейчас как это вы не верите а мы из-за всех сил вообще-то из-за всех сил ну ладно ладно 63 доказательства но там разбито так что они небольшие в основном не снова небольшие а меня интересует а как будет реализован вопрос выдачи билетов типа будет какой-то рандомайзер будет да будет за ночь невозможно выучить совершенно верно да то есть готовиться надо заранее да да но это мы решим это мы решим как там рандомизирует давайте мы вернемся к нашей задаче принимающим нельзя будет выбрать да нельзя в этом вся суть в этом вся суть короче говоря ребята тут задача вот какая задача очень простая сабина антон да 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 тут уже хотелось бы разобрать всех да так ребят мы еще далеко не все разобрали поэтому поэтому я даже не знаю что делать поэтому значит смотрите почему а почему это базис гребна вот в этом идеале на самом деле ответ очень простой давайте мы возьмем какой-нибудь многочлен же из вот этого идеала тогда же он лежит в самом идеале правильно самом идеале следовательно старший член от g делится на старший член от f для некоторого ф из нашей системы правильно ну вот а что это означает а что это означает следовательно следовательно в f старшем члене f присутствует только икс к плюс 1 так далее и так далее икс понятно если у нас исходный многочлен же мы брали его ты уже из-под кольца тогда в нем переменная только икс к плюс 1 и так далее икс это присутствует соответственно если у него старший член делится на старшем какого-то из икс к плюс 1 икс это означает силу нашего в силу определения наших лексикографического порядка все остальные члены у этого многочлена тоже будут зависеть только от переменных икс к плюс 1 икс следовательно f сам f принадлежит нашему под кольцу сам f принадлежит нашему под кольцу и вот как раз в этот момент нам принципиально важно что мы взяли под кольцо пересекали именно с набором последних переменных вот если бы мы брали набор первых переменных то этот номер не прокатил бы а так прокатывает соответственно получается что f принадлежит r к тому следовательно f принадлежит f от r к тому ну и все получается что для любого же следовательно следует для же для же мы нашли 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 f из для же из пересечения мы нашли f из пересечения такой что старший член от g делится на старший член от f член от f и и что еще следовательно f пересеченная метабазис гербнера в и письмо все то есть вообще можно еще раз почему чего-то все выходит так почему все выходит почему так получается еще раз давайте я скажу эля дже делится смотрите мы взяли элементы из пересечения идеала с под кольцом да мы хотим показать что вот для вот этого вот идеала и пересеченной с ркат базисом грёбнера будет просто f пересеченной с ркатом взяли многочлен он лежит в идеале значит он он его старший член делится на старший член какого-то многочлена f из нашей системы но в g присутствуют только переменные от x капу из пера до x энты да значит в f в старшем члене f раз он делится на него то тоже присутствует только x капу из пера x энты а вот теперь ключевой момент заключается в том что если в старшем члене многочлена какого-то присутствует только x капу из пера x энты то тогда и во всех остальных членах одночленах которые присутствует в переменные будут только x капу из 1 x энт никаких других вот этот ключевой момент просто из определения лексикографического порядка то есть если бы у нас там появилась переменная с индексом меньшим чем к плюс 1 это означает что этот этот член он был бы автоматически больше чем вот этот вот l от f который мы взяли такое невозможно соответственно отсюда мы заключаем что f на самом деле лежит в ркатом тогда f принадлежит пересечению нашей системы с ркатом и значит для многочлена g мы нашли такой f из этой системы что старший член делится ну тогда просто по свойству базиса гребнера любого многочлена g из идеала мы нашли такой многочленной системы что старшие члены делятся значит это базис гребна и вот теперь и вот теперь давайте мы напоследок разберем напоследок разберем вот какую задачу вот есть у нас идеал в кольце многочленов от x и грек кольца многочленов от x и грек надо найти 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 пересечение его с кат x и пересечение с кат y то есть найти все многочлены в нашем идеале которые завесят только от x и только от y до 1 и пересеченные с кат x вот тут смотрите мы должны все всю эту технику применить однако первое что мы должны сделать мы должны зафиксировать фиксографический порядок мы хотим чтобы x была последней переменной раз мы хотим пересекать с кат x мы хотим чтобы x была последней переменной соответственно найти базис гребна относительно вот такого упорядочения что их игрек больше чем x ну давайте мы посмотрим но видите видите что у нас тут происходит что относительно упорядочения значит игрек квадрат плюс 1 или квадрат плюс 1 тут у нас получается минус y плюс x квадрат старший член тут у а тут минус у да какой там с с полином f1 и 2 это будет что мы должны из первого мы должны умножить на игрек до плюс y x квадрат y x квадрат и он редуцируется у нас при помощи чего помощи f2 игрек меняется на x квадрат значит 1 плюс x 4 1 плюс x 4 так верно да и этот уже не редуцируем соответственно f3 это будет f3 это будет f3 а теперь мы видим что а теперь мы видим что что старший член у него x 4 мы видим теперь что старшие члены у f3 с f1 взаимно просты и у f3 с f2 тоже взаимно просты соответственно это базис гребнера все то есть автоматически мы сразу сразу выяснили что алгоритм булбергера заканчивается значит следовательно базис гребнера в и это или квадрат плюс один минус или плюс x квадрат 1 плюс x 4 и теперь спрашивается а кого же нам из этих надо взять чтобы получить базис гребнера вот в этом в пересечении кто понял то что происходит нас внутри эти да надо взять 3 это один плюс x 4 значит предыдущая задача нам горит что что надо просто вот ввозить и гребнера найти все многочлены которые зависят вашего набора перемен у нас набор переменных это x значит это один плюс x 4 все второе если мы хотим найти пересечение нашего идеала с кольцом k от y с кольцом k от y надо сделать другую операцию нам надо за номеровать заново переменные и сделать чтобы x было больше чем y и тогда и тогда а тут у нас все будет гораздо проще у нас все будет гораздо проще игре квадрат плюс 1 x квадрат минус y до старший член 1 старший член 2 видите да и что то получается что уже старшие члены взаимопросты следовательно это базис это уже это уже базис гребнера и выходит у нас даже базис гребнера разные выходят зависимости от порядка переменных да да базис гребнера он сильно зависит от того в каком какой у вас порядок какой у вас порядок и вот лексикографический порядок вы можете определить тоже по-разному то есть вы можете как хотите упорядочить переменные и потом уже применять всю эту технику ну и смотрите значит если мы уже нашли базис гребнера тогда следовательно базис гребнера в идеале в идеале каком и пересеченный с к от y надо посмотреть просто все многочлены вот в этом базисе гребнера зависящие от y ну и мы видим что это будет или квадрат плюс 1 да ну все мы нашли мы нашли и вот вот видите смотрите до этого мы работали сами с чем мы работали с фиксированным лексикографическим порядком сейчас я вам продемонстрировал некое приложение вот этой всей теории которая сообщает нам следующую вещь что чтобы решить задачу надо правильно еще выбрать лексикографический порядок это еще правильно знамировать перемен этот очень важный момент смотрите в этом листке еще осталась задача нахождение пересечения идеалов пересечении дела тоже очень интересно решается и соответственно вот есть у вас а есть один идеал порождаемые одной системы есть другое дело порождаемой другой системой то тоже при вообще непонятно как решать задачу пересечения какие многочлены представляются одновременно виде линейной комбинации этих этих с коэффициентами в кольце и вот тут тоже при помощи базис гребнера можно придумать некий хитрый трюк как это делать вот в листочке который будет у вас вот тут будет задача на этот хитрый трюк то есть если вам интересно вы можете посмотреть на нее можете на консультацию прийти он тоже расскажу ну и вообще то есть смотрите на этом семинаре мы с вами разобрали прям совсем какие-то базовые приложения вот базиса гребнера к задачам про идеалов кольца многочленов нескольких перемен на самом деле этих приложений там их очень много и задач которые возникают тоже очень много и в итоге базис гребнер реально возникает если оказывается очень хорошим инструментом для того чтобы решать